Жители Кстова массово жалуются на неприятный запах в воздухе и плохое самочувствие. Недовольство горожан вылилось в социальные сети. За эти пару дней что-то, кажется, выбросили. По ночам стало першить в горле и щекотать в носу. Окно на всякий случай закрыл. Да, в Кстово запах ужасный. Вчера заехали в атолл, выйдя из машины, я просто была шокирована с запахом серы. Ранее работала на заводе, поэтому знакомый запах. По нашей информации, в районную больницу Кстово с жалобами на недомогание от зловонного запаха в воздухе пока никто не обращался. Однако за последние пять дней в экологическую диспетчерскую службу региона поступило более 140 обращений от жителей Кстово. Пик жалоб пришелся на среду и четверг. Пишут с проспекта Рачково, 3-го микрорайона, Полевой, Первостроителей, площади Ленина. В списке десятки улиц. Запах железа такой. Особенно рано-рано утром или в основном утром. Закрываем окна и сидим дома вместо того, чтобы прогуливаться. Пять часов утра проснулась от этого воздуха, быстрее форточку закрывать. И думала вечером тоже так же быть, может получше. Нет. Дышать не совсем приятно. Трудно дышать было. Трудно дышать и окошки все позакрывали, хотя дома было жарко. Я 35 лет проработал заводом. Выброс просто, сброс. Режим не идет, деваться некуда. Соответственно, клапаны и атмосфера. Вот и все. Факт выброса вредных веществ в атмосферу нам не подтвердили ни на одном нефтехимическом производстве района. Предприятие «Лукойла» в этом месяце остановило несколько установок на капитальный ремонт. Там утверждают, что выбросов стало меньше. Данные запахи никоим образом не связаны с нашим заводом. Их источник находится вне территории предприятия. На заводе «Сибургстова» недавно были профилактические работы. Факел коптил сильнее обычного. Но в пресс-службе компании пояснили, что к неприятному запаху это отношение не имеет. В «Росвиниле» нас тоже заверили, что запах исходит не от их площадки. Мы тоже ожуждаем запах. Он похож на запах углеводородов. Как вы знаете, мы производим полимеры. И наша площадка не может быть источником запахов. Предлагаем вам убедиться в этом и приглашаем к нам на наши предприятия. В администрации Ксовского района факт загрязнения атмосферного воздуха в городе признали и направили в профильные ведомства региона обращение с просьбой принять меры. А окружной департамент Росприроднадзора уже решил создать рабочую группу по ситуации в Кстове. Первое заседание запланировано на 14 сентября. Редакция телеканала «Связи с ТВ» также направила запрос в областное министерство экологии. Мы будем следить за развитием событий.